Так, в рамках небольшого отступления мы говорили о том, что здесь существуют различные графические нотации отображения типов сущностей и связей. И в среде MySQL Workbench некоторые из этих нотаций поддерживаются. В меню модель мы можем выбрать нотацию для объектов, то есть типов сущностей и для связей. Например, вот таким вот образом поменять представление. Нельзя сказать, что это принципиально меняет понимание схемы данных, или как-то мы можем получить существенно другое представление о семантике, но тем не менее такая возможность есть, возможно будет полезно об этом знать. И также мы можем менять представление, графическую нотацию для типов связи. Итак, мы говорим о том, что у нас есть некоторая ER-диаграмма. ER-модель представлена в виде ER-диаграммы нашей базы данных. То есть мы имеем концептуальную схему данных и можем продолжить процесс проектирования с помощью инструментария, который предоставляет MySQL Workbench. В частности, мы можем для базы данных провести процесс инженеринга автоматизированный и получить практически сразу физическое представление, то есть SQL Script, выполнение которого сформирует структуру, соответствующую нашей проектируемой базе данных в конкретной SUBD MySQL. На самом деле вы в большинстве своем уже выполняли это, если скачивали с гитхаба наши примеры. Здесь будет ровно тот же процесс операции. Мы выполняем в меню датабейс, выбираем пункт Forward Engineer и выбираем соединение, в рамках которого хотим производить выполнение действий. И выбираем понятный набор в визарде тех операций, которые необходимо выполнять. После чего получаем физическое представление, то есть SQL Script, который позволяет сформировать нашу базу данных. Что мы в нем, собственно, видим? Мы видим, во-первых, описание наших объектов, то есть описание наших сущностей, например, таблицы. Уже в рамках понимания MySQL, то есть в рамках таблиц, каждый из них имеет определенное ограничение, то есть конкретный тип данных, ограничение на возможность использования определенного значения, описание ограничения целостности сущности, то есть первичный ключ, и выбор способа хранения, то есть в данном случае в терминах MySQL это движок, по умолчанию он предлагается как именно DB. Для тех сущностей, для которых есть ограничение ссылочной целостности, сразу же определяется и ограничение внешнего ключа. В частности, для типа сущности модуль мы видим описание ограничения внешнего ключа, по рынке, к таблице курс и поле ID. И стратегию при выполнении, при попытке нарушения ссылочной целостности, ну и также движок, который хранит каждую, в данном случае, таблицу модуль. Выполнив этот скрипт, мы получим базу данных, соответствующей нашей консультальной схеме, которую мы сформировали с помощью редактора ERDiagram. Мы можем запустить этот скрипт и увидим, что в нашем подключении появилась новая схема или база данных степик, в которой имеются соответствующие таблицы. Таким образом, процесс проектирования и получения нашей базы данных был достаточно быстро завершен, и мы видим, что фактически мы проскочили этап логического проектирования, и вот концептуальные схемы сразу перешли к физическому с помощью удобного средства. Надо сказать, что кейс-средства имеются для различных СУБД, в частности, большие профессиональные СУБД, такие как Oracle или Microsoft SQL, имеют очень мощные средства проектирования, и они являются неким законченным набором инструментариев, которые позволяют сопровождать весь цикл разработки и проектирования баз данных. Фактически являются кейс-средствами. Однако даже для свободных СУБД, как мы видим, для таких как MySQL, можно найти также средства, которые поддерживают этот процесс. Есть и отдельные бесплатные и платные утилиты, которые могут описывать процесс концептуального проектирования, либо в понимании ER-диаграмм и ER-моделей данных, либо в нотации UML, например, и на основании этого описания формировать описание физической схемы данных для разных СУБД. Такие средства тоже есть. Их, естественно, можно использовать для поддержки процесса проектирования. Вот на этом хотелось бы закончить разговор о проектировании баз данных, о том, каким образом можно, используя описание ограничений предметной области, описание представлений данных для пользователей, получать уже конкретную, вполне определенную, физическую схему базы данных, с которой можно уже дальше работать, производить ее модификацию и разрабатывать программные средства, которые будут взаимодействовать с разработанной базой данных и предоставлять интерфейс для взаимодействия пользователей или других программ с нашей базой данных.